Министерство здравоохранения Чеченской Республики и Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени Николая Бурденко договорились о сотрудничестве. Подписание соглашения состоялось в рамках конференции в Грозном. Что предусматривает документы и какие перспективы намечаются в этом направлении, расскажет Худ Матакаева. С этого момента, вероятно, начался новый отсчет в развитии нейрохирургической службы Чеченской Республики. Министерство здравоохранения региона и Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени Николая Бурденко подписали официальное соглашение о сотрудничестве. Развитие нейрохирургической службы, чтобы она соответствовала современным стандартам, нам, конечно, понадобится помощь такого сильного и известного в стране учреждения, как Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени Бурденко. Нам удалось договориться с руководством этого учреждения о таком сотрудничестве долгосрочном, которое предусматривает взаимоотношения, долгосрочные взаимоотношения не только по практической деятельности, налаживания, выполнения тех или иных вмешательств, которые у нас в республике не выполняются или выполняются в значительно низком количестве, чем оно должно быть, но и включает также подготовку кадров, специализацию кадров, научную работу, то есть по всем разным направлениям, которые требуются для динамичного и постоянного развития нейрохирургической службы, чтобы наши доктора, занимающиеся этим направлением, постоянно были в курсе инноваций, в курсе каких-то новых методов. Чеченская республика стала первым регионом, с которым заключила договоренность крупнейший исследовательский центр страны. А это, в свою очередь, подразумевает тесное сотрудничество и обмен опытом, к чему гости и приступили сразу по завершению официальной части. В Республиканской детской клинической больнице прошла научная конференция на тему «Базовые аспекты нейрохирургии». Заместитель директора по научной и лечебной работе центра представил местным врачам доклад об этапах госпитализации пациента нейрохирургического отделения. Также специалист наглядно рассказал об оборудовании, которое необходимо для полного обследования больного. «Министр здравоохранения Чеченской Республики был один из первых, кто приехал к нам в центр еще два года назад, когда еще не было никаких программ Минздрава, когда еще не было никаких программ по онкологии. Первый приехал и сказал, что мы хотим, чтобы нейрохирургия в Чеченской Республике была такой же, как она в центре нейрохирургии. Центр нейрохирургии в Москве – это ведущее учреждение, ведущее учреждение с мировым мнением. И на сегодняшний день мы уже достигли определенного успеха. Это, во-первых, конференция, которую мы провели, и это тот договор, согласно которому мы берем на себя обязательство поделиться тем богатым опытом, который мы накопили, поделиться всеми теми знаниями, умением, опытом, поделиться с нашими коллегами из Чеченской Республики для того, чтобы наши россияне, которые проживают на территории Чеченской Республики, получали всю необходимую медицинскую, нейрохирургическую помощь на самом современном мировом уровне. Ведущие специалисты страны выступили с докладами по самым значимым вопросам нейрохирургии. В завершении встречи Альхан Суриманов вручил гостям и местным врачам, которые внесли весомый вклад в организацию конференции, а также за добросовестное исполнение своих обязанностей и чуткое отношение к пациентам благодарственные письма. Худ Матакаева, Шейхмасуру, Малат, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика.